Альбатрос Получается мощный удар Повышенная скорость снаряда Это не только плюс в мощности удара Но также и Более плоская баллистическая дуга Которая даст вам преимущество В стрельбе на дальние расстояния С чего начнем? Начнем конечно же со стойки Стойка по идее такая же Как и в других стилях стрельбы Из рогатки или из лука Например Но для новичков Также скажу пару слов к стойке Если вам удобнее держать Левой рукой рогатку А правой тянуть Так как это делаю я Становитесь к цели Чтоб цель у вас была по левую руку Только ровно надо Голову потом поворачивать Не пробуйте стоять вот так И тянуть вот так Это вам толком ничего не даст Лучше всего как говорится Стоять Под углом к цели Если же вам удобнее держать Правой рукой рогатку А левой тянуть То делайте это наоборот Пусть цель будет у вас тогда По правой руке Если эта цель там То конечно же я встану к вам спиной И буду тянуть рогатку вот так Объясню два вида постановки ног Есть открытая ставка ног Это когда Нога немножко С упором К цели стоит и глядит Есть закрытая постановка ног Это когда ноги Как будто по линии По линейке Прямо к цели направляются Кому как удобнее Но стойка должна быть устойчивая Чтобы вы не шатались Во время напряжения Еще прошу обратить внимание на то Чтобы во время цели Не менять позицию головы Чтобы позиция голова всегда была одинаковая Если вы привыкли стрелять Ровно повернутой головой Привыкайте к этому лучше сразу То всегда делайте это так Не стоит нагинать голову Это даже можно проверить Если вы поставите палец И на что-нибудь нацелитесь большим пальцем И начнете поворачивать голову Вы видите как цель у вас уходит Тогда вы поймете Почему не стоит все время по-разному стрелять Перейдем к хвату рогатки Как держать лучше всего Каким способом Лучше всего держать рогатку Как можно ниже Если вы будете Чем выше вы ее держите Тем больше вес Через рычаг идет на вашу руку Идет на вашу кисть Будете трястись Конечно же будете хуже попадать Поэтому чем выше вы держите пальцы Тем лучше Не бойтесь что вам попадет Чем-нибудь по пальцу Если вы правильно делаете выпуск То ничего не случится Я вам покажу сейчас это Сбежины Вот так вот выглядит Когда я держу свою рогатку Первая точка упора у меня внизу Вторая точка упора у меня В указательном пальце И третья последняя точка упора В концах Во втором рожке Когда это все натягивается Рука Тут по идее Становится очень стабильно Так что ничего случиться не может Упоров сильно Я бы не стал бы вам советовать Принимать какие-то упоры Или чего-нибудь Кисть должна ходить Более свободно Во время выпуска Это хорошо Если кисть пойдет вместе с рогаткой вперед Тогда у вас будет Как бы ровнее Не будет Стряски Тогда будет Ваш снаряд ровнее лететь Ну примерно это будет Выглядеть вот так вот При выпуске Не обязательно самому Рукой давить И делать это движение Это движение по идее Если вы свободно ставите кисть Будет делаться почти что само Во время выпуска Перейдем К закладке снарядов Кожеток И каким способом я держу Есть много разных способов Держать кожеток Некоторые тянут Кожеток Большим пальцем книзу Некоторые тянут Кожеток большим пальцем Кверху Но я так не люблю Мне это не нравится Есть в стиле батарфляя Даже Удержка Кожетка Внутри кулака Я вам сейчас покажу Это Примерно Это выглядит Вот Вот так Это делается для того Чтоб когда вы растянули руки Угол В руках Меняется При стиле батарфляя Вам будет очень неудобно Делать это в классическом стиле Как вы привыкли В классическом стиле Вы дотягиваете всего лишь до щеки Если будете стараться Тянуть его дальше То ваша кисть Будет сгинаться В этом месте Вам будет абсолютно неудобно Поэтому некоторые держат Этот снаряд Вот так В кулаке Чтоб при вытяжке Он был там Ну Я бы не стал бы советовать это Чтобы я посоветовал Что сейчас очень распространено Это удержка Хватом Большим пальцем книзу Также можно При зарядке Держать несколько шаров в руке И просто Класть их изнутри Вот так вот Просто берется этот шар Вкладывается в кожеток И перехватывается большим пальцем И указательным Когда вы тянете То сильно ничего тут не переворачивая Кисть Не стоит Чересчур сильно растягивать Пока кисть не станет у вас болеть Этого не стоит делать Ну а теперь конечно же Как целиться Целиться Обычно по резине верхнего рога Некоторые держат строго 90 градусов Свою рогатку И целятся по резине Я например Предпочитаю держать резину Под 45 градусами Для меня это более Как вам сказать Эргономичнее Чем переворачивать руку Под 90 градусов Ну Каждого по разному Попробуйте Как вам просто удобнее Чтобы держать рогатку Всегда Под одинаковым углом Я определил Все такое Правило Если вы посмотрите На фалангу Моего Указательного пальца Который сверху То он обычно Горизонтально К земле находится Согнутый палец Это я знаю Окей Так я всегда буду его держать Так у меня будет моя цель Так как в стиле баттерфляй Нету Якорной точки на скуле Или так дальше Как это привычно делать В классическом стиле То якорная точка Занимает вам Прикасание Резины К щеке Найдите себе Одну точку В которую вы всегда будете Прикасаться Но не стоит Сильно давить Резиной к этой точке Так как во первых Вы как бы не делаете Резину ровной У вас есть Изгиб в резине Если этот изгиб Слишком сильный То может Случиться что вам Кожетком Скажем Черкнет по лицу Это не так страшно Но Неприятно Неприятное ощущение Так что Держать Резину К лицу Стоит Чуть-чуть Только вы начинаете Ее чувствовать Не прикасайтесь дальше Держите ее Чуть-чуть От себя Как говорится Закладываю я шарик Держу его указательным пальцем Перехватываю И Растягиваю Чуть-чуть Прикасаюсь Лица резиной Целюсь по верхней резине Смотрю На цель Где кончается моя резина Если вы стреляете Вверх Или вниз То лучше стоит Наклониться телом А не руками Так чтобы у вас Якорная точка И точка прицельная Всегда оставались Одними и те же